Пенсионеры Югры меняют северный климат на более благоприятные условия. Федеральная программа для переезда югорчан предусматривает субсидии. Так, в Нягоне в этом году на эти цели направлено 3 миллиона рублей. Материальную поддержку получили 4 семьи. Куда переезжают люди, расскажет Татьяна Герт. Надо рассматривать, если вы желаете куда-то переехать из Нягони, я думаю, что вы эту работу можете продолжить там, куда вы собрались ехать. Потому что все вот эти люди, которые в наших книгах, они везде есть. Только у них другая фамилия. Собирать информацию о ветеранах Великой Отечественной, оказывать посильную помощь фронтовикам, труженикам тыла и детям войны Мария Андреичу готова в любой точке страны. Богатым накопленным опытом, приобретенным за много лет в Совете ветеранов Нягони, поделится с единомышленниками, которые работают в Краснодарском крае. Но Кубань давно зовут родственники. Участница программы переселения с нетерпением ждет своей очереди на переезд. Дети выросли, работы уже нет. Я пенсионерка не работающая, ветеран труда. Поэтому хочется к теплу, к солнышку, есть настоящих яблок с дерева, черешни, вишни. Здесь ведь покупаешь с магазина, не знаешь, что покупаешь. А там свое. Хочется садик, огородник. Переехать в благоприятные климатические условия в этом году смогут 4 нягонских семьи. Из федерального бюджета по государственной программе обеспечения доступным и комфортным жильем на эти цели в город направлено 3 миллиона рублей. Выделяются субсидии для граждан, которые прибыли в МАУ и ГРУ до 1 января 1992 года и имеют северный стаж не менее 15 лет. Срок действия данных сертификатов составляет 7 месяцев. Граждане его получили и в течение 7 месяцев имеют право его реализовать. Два сертификата гражданам-ликвидаторам чернобыльской катастрофы и два сертификата гражданам из числа инвалидов, которые также изъявили желание переселиться. За последние 4 года из Нягони уехали 30 семей. Своей очереди на получение материальной поддержки для переезда ждут еще 530 пенсионеров. Люди планируют перебраться с севера в Крым или Краснодарский край, Тюменскую или Свердловскую область. Впрочем, каждый участник имеет возможность приобрести жилье в любой точке России. И это право закреплено федеральной программой. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Егория, Нягонь.